Ульяновский областной клинический онкодиспансер получил новое оборудование. В этом году по нацпроекту здравоохранения для медучреждения выделено 240 миллионов рублей на эти цели. В основном все закупленное оборудование пребывает в октябре-ноябре. На сегодняшний день поставлено 57 единиц из 97 единиц оборудования. Это оборудование крупное, важное, которое определяет и уровень диагностики онкологических заболеваний и уровень лечебной работы. Полностью заменена вся наркозная аппаратура и уже начала функционировать. Реанимация получила 6 новых дыхательных аппаратов. В следующем году планируется получить столько же и полностью обеспечить диспансер этим видом оборудования. Закуплено 3 современных УЗИ-аппарата. Планировалось первоначально 2, но в итоге удачно проведенных торгов закупили еще один. Многие функции, те, которые врачу приходилось выполнять вручную, здесь уже за врача делает техника. Она, конечно, не заменяет врача, потому что главное это кадры, но существенно облегчает работу, ускоряет работу, повышает качество работы и, соответственно, пропускную способность через это оборудование. А для отделения микрохирургии головы и шеи приобретен операционный микроскоп. Аппарат был сделан индивидуально для ульяновского онкодиспансера в Германии. С помощью этого микроскопа можно будет проводить операции, ради которых раньше приходилось пациентам уезжать в другие регионы. Специалисты диспансера прошли специальное обучение для работы на нем. Достоинство этой аппаратуры в том, что этот микроскоп именно предназначен для операции в области головы и шеи. У него есть очень интересная, так сказать, комплектация. Это комплектация, которая называется face-to-face, когда оператор, находящийся с этой стороны, и ассистент, находящийся с той стороны, смотрят на операционное поле. Вот здесь оно высвечено непосредственно параллельно. И участвует в операции. Помимо того, получена эндоскопическая и электрохирургическая техника. На следующий год планируется купить компьютерный томограф, лучевой ускоритель и уникальный аппарат томотерапии. Он станет третьим в стране. Два других стоят в Москве и Казани. Егор Титов, Юрий Конехи. Новости Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин